Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Когда у вас Эпсилон обращается в ноль Оказывается можно сделать материальную Среду, которая Оптически менее плотна, чем вакуум У вакуума Эпсилон единица А у Идеальной плазмы на резонаростной частоте Диэлектическая проницаемость Обращается в ноль Так вот В этих условиях Оказывается возможно Существование Продольных электромагнитных волновей Посмотрите Есть уравнение К на Д Должно равняться нулю Это означает, что Д должен быть Наверное перпендикулярен К Хотя Можно это так написать Господа Если у нас Эпсилон равно нулю То вообще говоря Ничто не запрещает Е Быть параллельно К Ну так надо, чтобы все уравнения Выполнялись Ну дальше К на Е Должно быть Омега к ЦБ Но если у нас Е параллельно К То это ноль Следовательно У такой волны В ноль Если Б равно нулю То требование Что К Б равно нулю Выполняется Автоматически И наконец Последнее уравнение К на Б Вообще-то это ноль Если Б равно нулю С другой стороны Оно должно равняться Минус омега на ЦД Это означает Что Д Должно равняться нулю Но с другой стороны Это минус омега на Ц Эпсилон Е Это означает Что Е Разрешено быть Неравным нулю Так что Когда плазма Находится В резонансе Возможная ситуация Когда К И Е Сонаправлен Но сами понимаете Оптики Эти ситуации Плохо знают Потому что В оптике Резонанс Только в гамма-излучении А оптики Не любят работать С гамма-излучением А радиофизики Они прекрасно Это знают И они просто Обожают Облучать Ионосферу Резонанс Как-то они очень страшно Обсуждают Выключили они Что-то Или нет Для того чтобы Я только сказал Что такое может быть Тут много чего Можно посмотреть И поисследовать Самостоятельно Но обратите внимание Что если у нас Н обращается в ноль То при любом угле Падения света На такую плазму Возникает полное Внутреннее отражение Вообще довольно интересно Такую задачку Поисследовать Вы для этого Все уже знаете Если вот это Есть Плазменная Среда На нее падает Нормальное Излучение Ну скажем Электрическое поле Упадающие волны Ну она Это бегущая волна Если у вас Частота Волны Больше Граничной То конечно Немножко Света Отражается И падающая Волна Сотраженной Создают Слабенькую Стоячую Волну Но не вся Амплитуда Падающей волны Уходит На стоячую Волну Потому что Встречная волна Имеет Меньшую Амплитуду Чем падающая Ну а коэффициент Отражения Мы знаем Как устроен Это Минус Единица Минус Н На единицу Плюс Н А Н Мы знаем Это корень Из этой штуки Поэтому Тут будет Слабенькая Стоячая Волна А дальше А дальше Будет Волна Проходить Дальше Через Плазму Ну и Она побежит Дальше Если у нас Частота Меньше Граничная Тогда оказывается Что на поверхности Плазмы Возникает Да В этом случае Все отражается У нас Коэффициент Отражения Энергетически Равен Единице Но в отличие От того Что мы делали На идеальном Зеркале Когда на поверхности Плазмы Поле обращалось Ноль Теперь У нас Не узел Появляется На поверхности Получается Вот такая Стоячая Волна С этой Стороны И здесь По линии Ноль А внутри Плазмы Поле Вот так Экспоненциально Затухает Ну и наконец Когда у нас Резонанс С плазмой Частотой У нас На поверхности Границы Плазмы Получается Кучность Волны И стоячая Волна Оказывается Вот такой А внутри На резонансе У нас же Показатель Преломления Нулевой АЕ В степени И Омега К С Н Р Поскольку Н Равно Нулю То это Экспонента Затухающая Оказывается Равно Единице И это Значит Что в этом Случае Плазмы Никакого Затухания Не будет И у нас Во всей Плазме Возникает Одно Амплитуды Электрическое Поле На самом деле Вся плазма Начинает В резонансе Колебаться С вынуждающим Электрическим Полем При этом Оказывается Что длина Волны Излучения При резонансе Может быть Любой И Фазовая Скорость Таких Волн Плазмы Может быть Любой Как вы И хотите В общем Довольно Забавная Задачка У вас Для нее Решение Все есть И Коэффициенты Амплитудные Отражения И Выражение Для показателя Преломления Через Чистоту Там много Очень интересных Забавных Эффектов Возникает Конечно На самом деле Они реализуются Хуже Чем То Как получается В такой Задачи Потому что Мы с вами Все-таки Выкинули Выражение Для эпсалон Затухания Бета А когда У нас Весь мир Начинает Синхронно Колебаться Конечно Какое-то Затухание Все равно Проявляется Но в первом Приближении Те эффекты Которые Такой задачи Возникают Они все-таки Так или иначе Появляются В общем Я вам Категорически Рекомендую Поисследовать Чего возникает Вы получите Большое удовольствие По поводу Того Чего В мире Может быть Вообще В этой Точке Совершенно Странные Вещи Возникают Вот я Думаю На этом Про металлоптику Будет Хват Достаточно Нам Горяч Продолжение следует